Это очень необычный узор. Давайте его свяжем. Количество петель в узоре должно быть кратно 6 плюс 2 крайние петли. В первом ряду снимаем крайнюю петлю, переносим ее направо и далее все петельки в этом ряду будут изнаночные. Во втором ряду крайняя петля снимается, затем нитка сзади и 4 петли переносим без провязывания на правую спицу. Следующая петля лицевая, затем вдеваем левую спицу в 2 предыдущие петли, вот таким образом, и протаскиваем третью петлю через эти две. И повторяем еще раз. Вдеваем спицу левую в 2 предыдущие петли и протаскиваем последнюю петлю через них. После этого раппорт повторяется. Одна лицевая петля, переносим 4 петли без провязывания на правую спицу, нитка сзади, следующая петля лицевая. Затем левую спицу вдеваем в 2 предыдущие петли на правой спице и протаскиваем последнюю петлю. И еще раз повторяем то же самое. И так далее. Снова лицевая и затем этот элемент. Вот я провязала и в конце ряда вяжем 2 лицевые петли. В третьем ряду меняем цвет нитки. И первые 3 петли провязываем изнаночными. 1, 2, 3. Затем нитку переносим спереди и в следующую петлю вяжем изнаночную. Но петлю не снимаем. А нитку переносим назад и провязываем в ту же самую петлю лицевую петлю. Вытягиваем ее. Теперь снова нитку переносим вперед. И в ту же самую петлю провязываем изнаночную. Теперь нитку снова переносим назад. И опять в ту же самую петлю провязываем лицевую петлю. И еще раз последний. Нитку вперед. И провязываем в эту петлю изнаночную петлю. Таким образом мы провязали 5 петель в одну петлю. Теперь снимаем эту петлю с левой спицы. Далее у нас уже следует раппорт. Провязываем одну петлю изнаночную. А в следующую петлю вяжем этот сложный элемент. Провязываем 5 петель, начиная с изнаночной. Теперь изнаночная петля, не снимая петлю с левой спицы, туда же провязываем лицевую петлю. Вытаскиваем немножко длиннее, затем нитку переносим вперед. Теперь изнаночная. Опять нитку назад, лицевая петля. Потом нитку вперед, помогая правой спице. И изнаночная петля в ту же самую петлю. Таким образом провязано 5 петель. Снимаем эту петлю, которую мы провязывали. И в самом конце у нас будут 2 изнаночные петли. Одна и вторая. Вот таким образом провязан ряд. Четвертый ряд, крайняя петля снимается и все петли в этом ряду у нас лицевые. Я провязала, переворачиваем работу. В следующем ряду меняем цвет нитки на первоначальный. И все петли у нас в этом ряду изнаночные. Я провязала, переворачиваем работу на лицевую сторону. В следующем ряду крайняя петля снимается. И провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Далее будет повторяться раппорт. Снимаем 4 петли без провязывания. Нитка находится сзади. Затем следующая петля лицевая. Вводим левую спицу в 2 предыдущие петли. И протаскиваем последнюю петлю через них. И еще раз повторяем то же самое. Вот, готово. И следующая петля лицевая. Далее повторяем раппорт. Снимаем 4 петли без провязывания нитка сзади. Затем протаскиваем петли. И затем лицевая петля. В самом конце ряда, вот у меня ряд очень короткий, провязываем 5 лицевых петель. Ряд готов. Переворачиваем работу. В следующем ряду меняем нитку. И вот эти 6 петель провязываем в следующую петлю, в седьмую, вяжем 5 петель в одну петлю. Вот эта петля, она находится вот здесь. Я покажу. Провязываем 6 петель, включая крайнюю петлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в следующую петлю вяжем 5 петель. Начинаем с изнаночной петли. Потом нитку переносим лицевая петля, вторая, вытягиваем. Снова переносим нитку. Изнаночная, третья петля. Опять переносим нитку. Снова лицевая петля, вытаскиваем длиннее. Опять переносим нитку. И последняя, пятая, у нас изнаночная петля в одну петлю. И эту петлю я уже сняла. Далее провязываем одну изнаночную петлю. И это и будет раппорт. То есть 5 петель в одну петлю и 1 изнаночная петля. Так вяжем до конца этот ряд. И в самом конце ряда, вот здесь осталось у меня 4 петли, мы их провязываем изнаночными. У меня просто очень короткий образец. Поэтому я не смогла показать второй раз этот раппорт. В следующем ряду нитка не меняется. Крайняя у нас снимается петля. И все петли вяжем лицевыми. До конца весь ряд. Я провязала. Работу переворачиваем. Теперь снова меняем нитку. И повторяем. Начиная с первого по восьмой ряд. Смотрите, какой интересный получился у нас ажурный узорчик. Нажмите на колокольчик. И вам будет мгновенно приходить уведомление. Как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках. За то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч! До новых встреч!